Ну шо, панибратские народы, мать их. Привет, привет. Не услышал. Откуда ты? А, я из Украины, из Харькова. А вы? Белгород. Сосед. Сосед. Ты уже от жары мочили, что ли? Только ты считаешь, что я сосед. Ну в смысле, от меня до тебя 80 километров, ты же сосед. Не, ну в основном все хохлы считают, что я не путевый. Ну я ж не знаю, если ты за Путина, то и я так считаю. Ну, за Путина, конечно. Ну, значит, не путевый, что ж ты сделаешь. Бывают и соседи не путевые, правда же? Вот у меня вся Россия не путевая в соседях. А почему так? А вот я ж не знаю. У тебя хотел спросить, почему же так? Именно, конкретно, что тебя интересует? Ну вот зачем Россия Крым отобрала? Зачем войну в Донецке, в Луганске развязала? Как война, ребят? Ну как война? Ну елки-палки. Сейчас ты мне скажешь, ты мне сейчас скажешь, что если бы мы пошли на вас войной, мы бы до Киева дошли за два дня. Правильно? Ну да. Ну да. Вот пошли вы на Афганистан войну, Советский Союз, дошел до Кабула за два дня, и шо? И все. Десять тысяч человек потерь. Пятнадцать, во-первых. А во-вторых, четырнадцать, если быть точным. Десять. Четырнадцать, если официально. Если официальные статистики исследовать, четырнадцать. Так это ж с нашей стороны четырнадцать. Со стороны Афганистана около миллиона. Или вы их не считаете за людей? Не скажу, не знаю. То есть в Афганистане не люди жили, да? Так вот, я тебе скажу, в чем проблема. Я тебе скажу, в чем проблема. Если ваша российская армия пойдет открытым, так сказать, походом на Украину, не сдирая там шевроны, погоны и так далее и тому подобное. То есть здесь вы получите то же самое, только хуже. Тут леса еще есть. Подождите, как вас зовут? Меня зовут Остап, а вас? Рустам, меня Олег зовут. Не Рустам, меня Остап. Меня Остап зовут. Остап. 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 П последняя буква. Остап. Правильно я говорил? Да, правильно. Ну, вы же понимаете, что если вы, ну, блин, ну, попадете. Если мы что? Если мы что? Мы что, напали на Россию? Мы, может быть, атаковали Белгород? Или отобрали у вас Воронеж? Что мы сделали, что дало вам возможность? Что вам дало возможность отобрать Крым? Или Крым не считается? Вы не поймете меня. Ну, я же слушаю, я пытаюсь понять. Ну, пытаетесь давить на меня свои мнения. Мне ваше мнение неинтересно. Вы скажите мне свое. Вот, давайте я вам скажу. Что касается Донбасса. Давайте с Крыма. Давайте с Крыма. Давайте. Что произошло с Крымом? Я же слушаю. В Крым ребята сказали, что хотим остаться в России. Остаться они, чтобы были в России? Что они хотят там остаться? Не, ну, был же диалог. Какой диалог? Между кем и кем? Ну, меня с вами. Ну, диалог. А при чем тут ребята из Крыма? А девчата из Крыма? Тоже захотели остаться в России? И девчата из Крыма. Так я хочу же, они в Белгород не поехали, если хотят остаться в России. Если я хочу, вот если бы я захотел остаться в Россию, я бы пересек границу. Вот я бы... Да нет, ну просто остаться в России, ну вы же просто подменяете понятие. Если остаться в России, если остаться в России, это значит быть в России. Если остаться, остаться можно там, где ты есть. Но Крым не был в России, Крым был в Украине. Когда это, господи? В смысле, когда? Я в себе. Когда он был? С 18-го по 20-й год, а потом с 54-го по 2014-й. А юридически он и сейчас Украина. А юридически... А при чем тут советская армия? Какая советская армия? Какие турки? И не при чем. Советская армия к туркам не при чем точно. Хорошо. Ну хорошо, хорошо. Ну тогда в таком случае, что Советский Союз ни при чем здесь. Ну ага. И? В российской армии. Взяли и забрали. А, ну то есть просто взяли и отжали. То есть вы воры и это признаете, да? Ну, я признаю, да. Ну прекрасно. Ну собственно говоря и что? И требовалось договориться. Так в чем проблема? Я не понимаю. Не, не, никакой проблемы. Никакой. Просто вор должен сидеть в тюрьме. Вот там вы и будете. Ну посадите в тюрьму. Посадят, посадят. Без моей помощи посадят. Ну кого? Ну кого? Вас посадят, вас накажут. Гаага, Нюрнберг. Вы получите новую Гаагу, новый Нюрнберг. Вы получите новые судебные решения. И вы будете наказаны. Кража будет наказана. Ну то есть сказать, что я вор и гордится этим. И мы вам скажем, а что вы мне сделаете? И сказать, а что вы мне сделаете? То есть вы гордитесь тем, что вы вор? Это потрясающе просто. Почему вор? Ну потому что вор. Вы сказали, украли и все. Я думаю, минуточку. У меня есть минуточка? У вас есть все время мира. На то, чтобы раскаяться. Вы, Владимир Владимирович Путин, заплатил долги за всю Украину. Да вы что? За все, блядь, 25 лет. Да вы что? А где же мои деньги? А где же мои советские деньги? Чужинок себе прислал. Чужинок? Так ты же сказал, что заплатил Путин. А мне Советский Союз остался должен. Путин не заплатил. Где мои деньги? Он не должен был платить. Заплатил. Ну он же заплатил. А если он заплатил, то почему он всем заплатил, а мне нет? Как же так сложилось? Маме моей не заплатил. Жене моей не заплатил. Подожди. Кому нет? Никому. Никому из моих знакомых он долги не вернул. Ага. Ага. То есть память не к Ленину сломали. Причем тут память не к Ленину? Память не к Ленину никому не задолжал. Да при чем здесь? Вы молодцы, как вы, блядь. Вы, блядь, начинаем разговаривать. А американцы улетели в космос. И что дальше? Я ничего про американцев не говорю. Вы сказали, что Путин вернул все долги Советского Союза. Я вам привожу конкретный пример. Нет. Никому из моих знакомых Путин долги Советского Союза не вернул. Вы врете. Ваших знакомых, может быть, и не вернул. А это 40 миллионов украинцев. Сколько миллионов? 40 миллионов украинцев. А скажите, а вам Путин вернул долги Советского Союза? У вас были деньги на расчетном счете в Сбербанке СССР? Да, на вон. Туда повернули. Были или нет? Вам Путин вернул долги? Или вы ему простили? У вас не было денег в Советском Банке? У вас были деньги? Это должен он или не должен? Вопрос десятый. Вы сказали, что вернул. Вот я и спрашиваю. У вас были счета в Советском Банке? Сберкнижка у вас была? Ну, была, да. Вернул вам Путин эти деньги? Не знаю. А, не знаете. А я знаю. Мне не вернул. Вопрос зависит. А мне не вернул. Минуточку. Что ж, минуточку. На халяву квартиру. Подожди, подожди. Нет. Ничего. Я от Совка на халяву не получил. Ничего. Ничего. Все, что у меня есть, я заработал себе сам. Вот так. Сам. Да. Сам. Сам. Ну, с женой, с семьей. Хруща получил. Что? Хруща получил. Хруща получил. Нет, я не живу в Хрущевке. Разве похоже... Мой дом похож на Хрущевку? Это ваш похож на Хрущевку. Да, 70% там живет в Хрущевке. Они за эти Хрущи работали по 10 лет. Поэтому не надо басни рассказывать про бесплатное жилье. Даром работали фактически. Сейчас. Да, моя мама получала 22 копейки с каждого заработанного рубля. 22 копейки всего. Поэтому не надо про бесплатное жилье басни рассказывать. Бесплатное. За это все было оплачено за налогов, которые из рабочих взымались. Я же не вчерашний, мне не 20 лет, что мне можно по ушам начухать. Меня из комсомола 14 раз выгоняли. Поэтому не надо басенке рассказывать. Сколько вам лет? 50. 50? Вот, я прошу прощения, а мне 45. Ну, Тош, а выглядишь ты хуже, чем я. Не-не-не, я не против. У меня отец работал всю жизнь врачом. А че ж ты врачом не стал? Подожди. А он и так врач. Есть 10 минут? Я вам расскажу. Говорите, говорите. 10 минут это долго, а говорите побыстрее. Врач должен выражаться четко, точно. Точно и без воды. Очередя стояли. А все было в Харькове. Все было в Харькове. В Харькове все и есть. Все было. Неправда. Я за школьной формой ездил в Белгород. Ты что ты перебиваешь? Потому что ты врешь. Потому что ты врешь. Молодец. Почему? Потому что за школьной формой в советские времена ездил в Белгород. А я в Харьков ездил. За школьной формой? Вот вру. Оксанич Олег Борисович, блядь. Клянусь тебе. Вот я здесь. Вот, блядь. Всю жизнь ездили в Харьков. Да и сейчас ездите. И сейчас ездите. Потому что возле каждого харьковского супермаркета стоят машины с номерами 31. Полно. И сейчас вы сюда ездите. Хорошо, хорошо, хорошо. Потому что хорошо, это так. Приезжали, приезжали. И сейчас приезжают. Куда? Сейчас уже не приезжают. Приезжают. На каждой парковке, возле каждого супермаркета в Харькове полно машин с номерами 31. Полно. Больше, чем харьковских. Я вам скажу. Хоть одну фотографию покажите. В смысле? Я буду ходить в белгородские номера фотографировать? Посмотрите. Вот. Я занялся гитарой. Ну, ерунду. В Белгороде нет гитар. Отец меня повез в Харьков. И купил тебе львовскую гитару? Я не помню. Там 12 струн. 7 струн. Ну, львовскую. Потому что в Харькове гитары не делали. Да, там какой-то здоровый. Это все было в Харькове. И что? Поэтому не надо жалиться. Я не жалуюсь? Я что, жалуюсь? Ты что, издеваешься, что ли? Я тебе на что-то жаловался? Ты издеваешься? Доктор? Нет. Вот такой ты доктор. Вот так ты и людей лечишь. Скажи мне, спутник Ви действенная вакцина? Да. Понятно. Хороший доктор. Давай. Адью. Давай. Давай. Доктор.